Добрый день, дорогие друзья! Мы в гостях у Вадима Мецгер. Он меня решил попытать и разведать какие-то секретные штуки про ария-ловлю. Это, конечно, интересно. Я даже налил себе пивка, чтобы детально все прочувствовать и рассказать, как это все было, как это будет. Пользуюсь случаем, как он сказал. Какие вопросы у меня рождаются после турнира? Вчера был турнир, и я увидел некоторые вещи, которые хотелось бы рассказать немецким ребятам. Потому что у вас хороший уровень, все классно, все отлично, но вы должны понимать, что на крупных турнирах, которые проходят в России и в Европе сейчас, вы встретитесь с другими школами, с другой тактикой игры и совсем с иным отношением к этим соревнованиям. Потому что для меня лично и для тех людей, кого я знаю, это стало уже больше, чем какая-то рыбалка, это стало больше, чем просто ловля рыбы. Это некое противостояние 20-минутное, которое живет в нас внутри, и мы получаем какой-то эмоциональный заряд после турнира, который мы не получали раньше нигде. Именно за это мы любим именно такого типа формат. Так вот, для того, чтобы не, скажем так, не получить этого, достаточно всего сделать несколько моментов. Например, вот зашквариться в периоде. Вот что такое для меня зашквар? Если ты почувствовал, что ты играешь с сильным соперником, то ты упираешься вовсю. Но если ты чувствуешь, что ты играешь со слабым, например, вот смотришь, он запутался, ну не делай заброс. А смотришь, он что-то там не успевает сделать, тоже как бы сглаживай этот момент, потому что то время, которое вы затрачиваете вдвоем на игру, 20 минут, хочется потратить по-честному. И только лишь после этого вы получите положительный заряд от игры. Не важно, какой накал, не важно, какой приз, не важно, сколько вы там рыбы поймали, но вы играли честно и достойно. Это первое, что хотелось бы сказать. Ну а если говорить о жесткости в периоде, в жесткой игре, которая приносит кайф мне лично, я именно за этим и еду, Валь. Это не умение немецких спортсменов следить за таймингом, а огромная трата времени на какие-то пустые движения. Я видел, человека вообще он ловит, сидя в кресле. Это связано с чем? Со здоровьем. Ну окей, здоровье, но это как-то неудобно. Я видел очень много ребят, которые не могут быстро освободить рыбу, они неправильно держат подсак. Ну, задумайтесь вот над этими вещами. Над полезными мелочами, да? Имейте в виду, что я вот сейчас смонтировал фильм, я поставил тайминг, как мог выиграть за третье место борьба была помощь. Он потратил там, ну, около 40 секунд на цепление рыбы, а соперник поймал за 5 секунд после поклевки, а рыба уже была в подсаке, он ее отпустил. То есть 40 секунд и 5 секунд. Каждую историю, которая касается времени в турнире, вот именно в раунде, в туре что ли, старайтесь отследить и отточить до автоматизма, чтобы вы не тратили ни в коем случае время лишнее на какие-то там непонятные движения, не связанные никаким образом с ловли. Вот такое для начала от меня личное мнение. Ты столько сказал, что мне это нужно переварить. Для начала, друзья, кто не знает, потому что все, конечно, многие смотрят фильмы Сергея Аброскина, но кроме того, что Сергей как бы режиссер, оператор и прочее, прочее, то, что мы видим в различных мероприятиях, Пал Троуд, Большого Пала Лодочного, Атласа, также Сергей является чемпионом Европы Троуд Ария Атлас этого прошлого года, который был в командном зачете. То есть я хочу сказать тех, кто тебя не знает, что человек профессиональный, он знает, о чем он говорит. У нас это только как бы начинается движение, мы только третий год вот начали проводить отборочные соревнования на чемпионат Европы Атлас и на соревнования ПАЛ в Москву. И как бы мы сможешь сказать новички в этом деле, поэтому для нас очень важно, важен тот опыт, который накопил Сергей и может с нами поделиться. И поэтому хотелось бы тебя услышать, ты со стороны, ты принимал участие в нашем облачном турнире. Подожди, стой, у нас целевая аудитория очень узкая, нужно рассматривать вопросы очень такие конкретные. И скорее всего тебя меня уже знает, давай же конкретно, что интересует меня лично и что тебя. Потому что я хочу сначала выслушать вопросы, ответить на них быстро, а потом еще раз мнение какое-какое выскажу. Хорошо, ну опять же, так как у нас это только начинается, многие не знают различных техник, даже те же подачи, может быть какие-то тонкости подачи блесны, тонкости подачи силикона. Они могут быть всем неизвестны. У вас есть определенные наработки именно соревновательного процесса. И вот это, прежде всего, хотелось бы от тебя услышать. Если говорить о проводках колеблющих блесен, то в любом случае вы должны привязываться только к своим блеснам, на которые ловите и на которые и вам удается поймать больше всего рыбы. Ни в коем случае в туре вы не экспериментируете, никогда не экспериментируете в турах с колеблом. Потому что это приводит, как сказал ваш спортсмен, катастрофу. Дастин, который был хотя бы на оплате, отобрал. Катастрофу, чтобы не было, необходимо использовать только то колебло, которое вы тренировали. Четко понимаете, как оно себя ведет и на какой скорости. Только с этими колебалками по весу вы должны работать и по форме. А вот по цветам у вас должно быть их несколько наработанных. Например, это стартовая блесна активная, которая собирает активную рыбу. Это какая-то в таком же весе, в такой же форме колебло по пассивной рыбе. Это какая-то темная, естественная и прочая. Как контролировать горизонт проводки колебла? После заброса вы, как правило, считаете, лучше считать 21, 22, 23, а не 1, 2, 3. Вы считаете глубину погружения колебла, на какой горизонт она отпускается, после чего вы начинаете проводку. Например, если вы обнаружили поклевку на 4 секундах, то вы начинаете проводку на 4 секундах и стараетесь тиражировать как можно чаще проводку именно в этом горизонте, однотипную. Обязательно при ловле на колебло наблюдайте за сектором, ну и не только на колебло, вообще при ловле наблюдайте за сектором, в который вы будете перемещаться после игры в этом секторе, где вы сейчас. Потому что иногда рыба ведется по-другому немножко дальше и желательно вам уже знать горизонт ловли в том секторе, где вы будете ловить. Не факт, что вам удастся рассмотреть, какая приманка, но отличить колебло от резины вы точно сможете. И увидеть момент падения приманки и момент начала проводки вы тоже сможете отследить даже на расстоянии 50-60 метров. Это не так сложно. Я понимаю, у кого-то зрение плохое, но у кого нормальное зрение, тот может... И вы уже подготовлены и подходите, зная горизонт в следующем секторе. А что еще хочется сказать? Важно после поимки вас или соседа, или соперника, или кто-то рядом, самое важное не то, что человек поймал рыбу именно для вас, как для участника, а то, что он будет делать после того, как он отпустил рыбу. Например, вы увидели поимку, звук фрикциона, выполняете проводку, вы наблюдаете боковым зрением за этим человеком. Как только он отпустил рыбу, он готовится к забросу, и, скорее всего, он будет попадать именно в тот горизонт, где у него была поклевка, и имитировать снова ту самую проводку, которая привела к поклевке. Вот этот второй заброс после поимки человека, это самый важный. Многие отводят взгляд от соперника или от участников других соревнований после того, как он завел рыбу в подсак. Всем интересно, сойдет, не сойдет. Нет, ребят, это не самое интересное. Самое интересное, то, что он делать будет после этого года. Это важно понимать, и всегда на это обращайте внимание. По проводкам все вы? По колеблу или еще что-то? Есть же всякие какие-то, скажем так, маленькие хитрости, сбиваю, подбиваю, подыгрываю. То есть, когда вот что-то используешь, что-то. Для начала вы должны в совершенстве владеть базовой проводкой любого колебла. Вот веса 3,5 до 3,8. Это равномерная проводка, чтобы не заводить во вращение блесну и чтобы она переварилась сбоку на бок. У каждой блесны скорость проводки разная, в зависимости от ее формы, от веса. Вы должны на практике у берега в прозрачной воде несколько раз провести блесну и понять, с какой скоростью она двигается так, чтобы у нее были колебания равномерные, одинаковые, и она чтобы не штопорила, не обращалась. А вот именно выбрать для каждой блесны своих любимых блесен именно ту проводку, которая провоцирует к атаке. Если вы будете копать больше лососевых, и это хищная рыба, практически вся, у меня очень большой опыт ловли лосося в море. И буквально все проводки, которые связаны с этой ловлей, они пилогические, они монотонные. И очень часто я замечал, когда лосось сопровождает блесну всю дистанцию, в море чистая вода, ты стоишь по пояс, и он подходит, обходит тебя вокруг, и не хватает. Ему просто было интересно, он шел за блесной, и все. И из этого мы сделали все выводы, кто ловит лососевых на колеблющиеся блесны, что ему необходимо некий сбив в проводке колебла. Сбив, необходимо делать таким образом, чтобы не увести колебло из зоны зрения рыбы. То есть вы должны понимать, что лососевый, любой, любой там форель радужный, или это морская форель, вот как у меня была практика, или это благородный лосось Балтийского моря под вид атлантического, он имеет массу и скорость. То есть если вы его спровоцировали, чтобы он сопровождал блесну, имейте в виду, что он идет за ней, у него есть определенная скорость. Ни в коем случае нельзя снижать скорость проводки. Но что-то нужно сделать такое, чтобы спровоцировать его к удару и к атаке. Если вы останавливаете проводку, она начинает снижаться вниз, рыба вниз смотреть не может, у нее шея не может так быстро развернуться. То есть вы не должны отпустить блесну, и вы не должны ее замедлить, потому что как только вы замедляете, инерция рыбы начинает идти вперед, и рыба теряет из поля зрения колебло. Вы должны как бы оставить скорость прежнюю, но немножко сбить игру. Почему сбив так работает? Потому что любая кормовая рыбка, за которой охотится хищник, она, чтобы ускользнуть что ли из поля зрения, делает рывок небольшой. И хищник к этому привык, если уж кормовая база делает рывок, он старается ее скорее схватить. Это уже инстинкт, выработанный с годами у всех хищников, щука, судак, все провоцируются каким-то резким движением, но небольшим. Если вы сделаете движение большое, она уйдет опять же из поля зрения. Я это делаю путем отдачи небольшой кончика удилища на монотонной проводке. Я отдаю и снова, отдаю и снова. Твичить, то, скорее всего, скорость рывка, вы не сможете проконтролировать скорость рывка, которую вы на себя делаете. И он суммируется со скоростью вращения катушки. И вот этот рывок будет очень большой. Блесна просто взлетит резко кверху, и хищник, скорее всего, тоже потеряет ее из поля зрения. Твичить ни в коем случае на проводке колебла не рекомендую. Нужно чуть-чуть отдать, буквально в противоположную сторону движения блесны, чуть-чуть отдать кончик-кончик удилища. Но, опять же, возле берега, в чистой воде, на практике, все это тренируйте, нарабатывайте. У вас руки должны до автоматизма понимать, что делает и как ведет себя блесна, даже если вам ее не видно. Вот, в принципе, ответить на твой вопрос. С этим вопросом разобрались. Теперь второй вопрос. Силикон. То есть, это подача силикона. Ты ее подаешь так же, как ты сейчас рассказывал, по лесну, или все-таки есть какие-то другие тонкости? Вадим, если брать в виду силикон, то я к нему прихожу, скорее всего, в том случае, если рыба становится менее активна. Почему именно силикон? Потому что он легче, и при хлопке рыбы, когда образуется у нее разреженная часть в... Ведь рыба же не своей скоростью заглатывает, а именно подходит и делает резкое открывание рта, у нее разреженная область образуется в пасти, и приманка вместе с водой втягивается туда. Чем тяжелее приманка, тем это сделать сложнее, поэтому и тем, соответственно, если площадь у приманки больше, она быстрее попадет туда. Но в то же время нельзя сделать крупную приманку, потому что она может промахнуться. В ловле на резину самое главное не проводка, ребят. Самое главное подобрать по размеру той рыбы, которая была запущена, размер приманки. Потому что, опять же, на практике, если крупная форель, можно использовать крупные приманки. Если мелкая, то желательно поменьше. Потому что вот этот коэффициент, что ли, размера приманки и размера рыбы необходимо учитывать. Потому что если там ловить на попу здоровую, да, может быть, вы спровоцируете ее быстрее видно и прочее, но она не сможет ее заглотить, и реализация будет очень слабая. То есть я не противник какой-то резины, крупной, средней, мелкой. Я, скорее всего, рационально выбираю размер резины и ловлю именно на ту резину, которая наиболее эффективно будет ловить рыбу в соответствии с размером, которая запущена в данный момент. По проводкам их тысяча-тысяча. В базе тоже необходимо провоцировать рыбу каким-то рывком, но вы должны не забывать, что резину на легкой башке нужно контролировать. И для этого необходимо подобрать очень палку, которая лежит к вам в руку. Некоторые делают постоянные движения, что сбивает спортсмена, он не может полностью контролировать. Если вы постоянно делаете движения, то касания рыбы, какие-то подбивы, вы можете не почувствовать. А это очень важно, потому что форель не один раз может резину вашу атаковать, она идет пробовать. Раз, два, три, четыре. И вот эти первые касания вы должны чувствовать, вы должны знать, что рыба за вами идет, сосредоточиться необходимо. И очень-очень внимательно дать ей немножко заглотить, не сильно, чтобы потом не доставать ее, а чуть-чуть. Сделать подсечку, опять же, очень нежную, отработанную. Но, скажу я вам так, в ловле на резину, если вы подобрали все четко, главное реализация вот именно этих поклевок. И контроль бы важный, потому что любая рыба, сошедшая яд, что на колебло, что на резину, приводит к счету 1-0, и вы получаете 0 очков в карточку. Реализация – это настроенный фрикцион, это правильное положение рук на вываживании, это скорость вываживания, это вовремя поданный подсак, это, опять же, отработанные движения, которые вы должны тренировать, 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 чтобы ваши руки помнили этих, чтобы вы не задумывались, как вам это все вести. Вот это, наверное, самое главное в проводке на резину, при ловле на резину. Ну и запах. Подбирайте запахи. Форель очень издалека чувствует запахи. Запах – это важно. Запахи на резине очень важны. Мы еще о цветах не поговорили, как для силикона, так и для блесен. Есть заметные цвета, есть цвета, ну, естественные. Незаметные цвета лучше используются, когда рыба активна вначале, естественные, когда рыба неактивна, или вода прозрачная, она настораживается, что ли, цветов и побаивается. Вы это видите, когда рыба сопровождает, опять же, вашу приманку, подходит и разворачивается. Ей что-то не нравится, скорее всего, уходите в естественный цвет или вообще в черный. Начинаем с ярких, переходим в... Не всегда, почему? Если вот ваш водоем, то можно было начинать спокойно из черных цветов. Это прозрачная вода, она, скажем так, у меня опыта в прозрачной воде мало. Это вот море, но это дикий лосось очень большой формы. Царская рыбалка – это радонные источники дают очень чистую воду под Питером. И ваш водоем, больше такой чистой воды нигде не видел. И поведение фореля, скажем так, для меня пока непредсказуемо, но какие-то базовые истории, я уже понял, это Клебло в любом случае в каких-то там стартовые, они остаются такие же, шартрес, желтая, красная, зеленая, прочее, и резина в том числе. А вот когда она становится настороженной, то тут лучше уйти в какие-то темно-фиолетовые, черные цвета, естественный, бежевый, телесный цвет. Ну, может быть еще что-то с говносиренью, есть такой цвет мы называем. Знаем, светло-фиолетовый, фиолетовый. Моршиное масло, да, такие штуки тоже пробуйте, экспериментировайте. Конечно же, тренировка показывает, ну, какая форель на каком водоеме в данный период реагирует лучше. Это важно, вы должны на тренировку, на старт уже подойти с каким-то систематизированным колеблом и систематизированной резиной. Брать с собой огромный ящик и все подряд не стоит, ребят, вы будете себя отвлекать, будете перебирать. Еще раз напоминаю, в туре вы не тренируетесь, особенно если вы приезжаете в Россию, не смешите людей, когда вы приезжаете туда. Вот, и на атлас не смешите людей. Если вы не готовы, лучше не оформляйте, это я сейчас к немецким спортсменам обращаюсь, не оформляйте визу, не едьте. Ну, вот, финалисты, вот, скажем так, первое, второе, третье место, ребят, вы достойны, вот просто ехать туда, и у вас уровень же хороший. Есть над чем поработать, но по смешищам вы там тоже точно не будете. Ну, хотя половину на турнире, там делать нечего, вот, конечно, просто делать нечего вообще. То есть, это, как говорят Денис Вихров, там, и все фрелянники в России, дежурные три очка. Ну, не надо, как бы, ехать на крутой турнир, даже если вам выпала, там, квота, приглашение, вайлдкар, ну, чтобы быть дежурными тремя очками. Я с тобой не согласен, это огромный опыт, сегодня для человека, человек очень многому учится. Да, у него нет шансов, допустим, быть даже в середине турнира таблицы, но тот опыт, который он получает на этих соревнованиях, я бы поехал. Вы понимаете кайф ловли у соперников, вы понимаете, что слабый соперник на крутом турнире дает вероятность, вероятность, знаешь, фарта вот этого. Хочется увидеть мастерство, хочется увидеть классную игру, на турнире, но когда я вижу, что соперник реально слабый, он не владеет даже забросом и встает с топовым спортсменом там форельевой лиги или кандидатом в сборную России или членом сборной России, ну, я понимаю исход поединка, я понимаю, что там человек приехал, вообще никаких, слушайте, ну, вообще никаких шансов, если он стоит с ним. Я понимаю опыт и все, ребят, полно турниров, как в Литве, в Латвии, в России, в Германии, полно турниров, ездите на них, набирайте опыт, потому что, во-первых, это будет очень обидно, но для меня было бы очень обидно, когда меня просто херачат, я не знаю, что делать. Но вот я тебе еще раз повторю, ваши финалисты, вот, особенно молодой этот парнишка, Юлиан, да, у него хорошее владение резиной, у него хорошая техническая подготовка, хромает калиблон, насколько я понял, чуть-чуть, но это доработка, и очень важно, он не теряет лишнего времени, очень важно понимать, что у него отточена техника, одна из самых главных причин проигрыша в туре, это трата лишнего времени на какие-то движения, непонятно, зачем они нужны. Ну, если ты хочешь перецепить калиблон там на другое, но у тебя 4 палки, 6 палок, на полтора вообще неограниченное количество палок, ну, займи ты у друга там на турнир, поставь ты 6 палок, и нацепи все калиблон, которое ты хочешь, поменять палку и забросить, нет, он будет доставать это калиблон из кучи, из горы просто, вот на какую же половить, а это все секунды, я сейчас повторю, чемпионские рыбы не раз вылавливались за 2-3 секунды, то есть важно 2-3 секунды, ребята, чего копаетесь в своих кошельках, ну, ну, серьезно, зачем вы приехали, если вы копаетесь в кошельках, покопаться в кошельках можно в аэропорту, в Домодедово, вот сразу, если хочется в Россию приехать, приезжай в Домодедово, садись, открывай ящик и копайся там, потом садись обратно и улетай, но если в этом для вас кайф, ну, серьезно, ну, тренировка, я не наезжаю, вы сейчас не обижайтесь, парни, я много видел турниров, много разговаривал со спортсменами, может быть больше, чем все остальные, потому что я очень много монтирую роликов о Ариаспорте, и сам участвую, не в одном турнире участвовал, мне зашкладно играть, я просто, когда я вижу слабый соперник, ну, если, ну, как бы я к нему, я вообще не знаю, просто вынесу и все, ну, серьезно, если я его знаю, ну, как бы хочется проявить какое-то уважение, ну, он начинает там перевязываться, я там стою, ну, что-нибудь тоже делаю, ну, чтобы не забрасывать, не ловить, пока он там как-то отвлекся, чтобы мне было как-то интересно, ну, кайфа от игры с таким соперником у меня никакого нет, вообще никакого, ну, вообще никакого, понимаешь, я просто 20 минут своей жизни трачу там на какую-то херню, понимаешь, вот мы вчера с тобой сыгрались 8-7, прикольно, ты поддался, нет, ты выигрался, там как-то было интересно, что, ну, это не турнир, мы просто договорились, уже насколько в кайф было, ну, понимаешь о чем, я смотрю, Вадик, вот четко у меня это раз поджал, там туда-сюда, знает на струю, там подвел, эту личиночку свою, есть, 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 ну, если бы вот, например, там, новичок какой-то, он на пасту вчера ловил, приехал на турнир, ну, ну, это разница, Сергей, разница, ну, мы с этого начинаем, три года, давай дальше, вот эти ребята, которые сейчас финалисты, они, они даже не знали, что такое блесна, а сейчас шарят, будут все, это заблавливые, спортсмены встают на ноги, за один сезон, это 2-3 старта, ну, думающему, нормальному спортсмену, 2-3-4 старта, он начинает уже давать отпор, вот давать отпор, после 3-4 турнира, новичок уже начинает, прям жесткий отпор, он уже подобрал какое-то калибло, он уже умеет привязывать флюрокарбон, он уже подобрал толщину плети, он настраивает уже фрикцион, он купил уже себе палку другую, а не до 15 грамм, а из-под пасты, которая была, он уже, он уже тройники поменял на один, на крючке безбородые, на калибле, то есть, понимаешь, ну, вот это, я сейчас про техническую составляющую вообще не говорю, потому что это только вот, ну, изучайте, смотрите, я не могу сейчас всего рассказать, я говорю, вопрос сразу тебе перебью, пока не забыл, сколько ты берешь, вот, допустим, блесен в тур, блесен там, и силиконовых приманок, потому что ты приехал сейчас, у тебя маленький кошелечек там, три баночки силикона, я понимаю, что это от безысходности, потому что ты не мог просто привезти в усердно, если бы ты все-таки был на домашнем водоеме, ты бы больше не знал. ответить на свой вопрос сам, вот смотри, я не могу, поэтому тебе задаю. Можешь, в каждом вопросе содержится ответ, сколько ты берешь в тур, ты правильно, я правильно заинтересовала? да, да, вот ты вот, ну, давай, а на сколько ты колебла ловишь в туре в итоге? на колебла, на колебла ты можешь что там 2-3-4 силы были сновиды, а может быть одна, может быть одна, если ты на нее, да, но у тебя все равно не лежит, ты же имеешь разные цвета, ты имеешь разные лица. не, 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 стой, подожди, еще раз, на сколько ты ловишь в туре колебла? нет, на туре, как правило, максимум две, максимум две. так бери в тур одну, две, а если у тебя они не сработали, которые ты никогда не работал? возьми другую, значит. а вот уже, вот об этом и речь, то есть сколько вот у тебя должно висеть? тренировка тебе показала, что ты верить должен в свою приманку. не раз было такое, что тренировка, то есть вот тренировка в субботу, в воскресенье, ни одна из этих брюсен для фигуна приобретания сработала. бывало такое. у подготовленного спортсмена, который имеет опыт, который был на тренировке за день до старта, 2-3 блесны, вот на которой он будет ловить, не больше. дальше уже идет резиновая история. хорошо, ну, допустим, 2-3 взял основные, сколько ты еще по запасу положишь? ну, смотри, это стартовый 2-3, на первый тур, про запасу у меня тоже 2-3, которые будут долавливать пассивную историю, какая-то там все. вот 6 блесен, на сам турнир нет смысла вообще больше брать. если на весь турнир, то у этих 6-7 должны быть все дублеры. если бы ты порвал, чтобы у тебя... в классике, у каждой рабочей блесны, ребят, не ждите, пока вы ее потеряете, или, как говорят в России, проебете. Она может улететь, отстрелиться, и рыбу может оторвать. И она реально ловит. Вы должны иметь дублер каждой своей хорошей блесны. Лучше 3, потому что, ну, вот 3 блесны, которые у вас работают, вы не должны задумываться, ааа, блин, нету. и это сбивает с ритма. Если вы ловите там на руне Спартак 2,8, и вы отрываете, снова ставите руне Спартак 2,8, продолжайте свою ловлю. Это факт. Ну, а ты не переходишь, пусть в туре ты увидел, допустим, рыба поднялась или опустилась, то есть, допустим, начал ловить там 2,2 блесны, либо пошла ниже. Ты просто замедляешь скорость проводки, чтобы блесна пошла ниже, или же все-таки поставишь 2,8, чтобы, как бы, проводить быстро, но в том горизонте, где стоит рыба. Любую блесну можно завести в любой горизонт. Это я понимаю, но разная будет скорость проводки у этой блесны. У тебя, я с этого начинал, каждой блесне ты подбираешь, ну, то есть, у профессионального спортсмена не стоит вопрос, что там, он это делает на автоматизме. Если он руне 2,2 ведет, он ведет чуть медленнее, чем руне 2,8, там, ну, ты просто ощущаешь по вздрагиванию палки, ну, если палка нормальная, она позволяет контролировать по обратной связи, как ведет блесна. Листочек у нее там, виточка повисла, или она вообще заклинила ее. То есть, это все, ну, как, интуитивно понятно для людей, которые набрали опыт. Не более того. Еще раз, для тех, кто не набрал опыт, нужно иметь, допустим, уловистую блесну, в определенную, допустим, для тех, кто не умеет опыт. Только он набирает, вот у него есть 2,2 и 2,8. Он видит, что рыба опустилась ниже. То есть, просто замедляет скорость проводки, или все-таки лучше поменять, поставить 2,8? Как он увидел, что скорость... Нет, рыба, ну, видно поклевки, то есть, были поклевки, допустим, на 4 еще, на 4. Подождите, стойте, вы контролируете горизонт после падения? И где у вас поклевать? Естественно, если она первые, начало, допустим, мое тура, она берет верхний статус на 4 секунды, а потом опустилась на 7 секунд. То есть, можно блесни, а можно поставить 2,8, и в этом же горизонте проводить в этом время. А сколько ты тратишь время на смену блесни? Я очень много со своим зрением тратил. Я не затекал никогда, но думаю, минимум минуту я точно попросил. А у тебя есть палка с более тяжелой блесной? Ты к этой ситуации был готов на старцию? Смотри, в разное время. Ты сейчас реально назвал эту ситуацию? Подожди, подожди. Ты исходишь из всего, от твоего опыта у тебя стоит 8 палок. У нас некоторые ребята приезжают, у меня всегда 3 палки. А есть ребята приезжают, у меня всего 1-2 палки. Вадим, не увиливай от ответа. Ты сейчас реально много говоришь всегда. Давай конкретно. Ты в ходе тура каким-то образом сделал вывод, что на 4 секундах рыба брала, а потом ты вдруг решил опустить. Такого не будет никогда, Вадим. Скорее всего, ты на тренировке должен был понять следующую историю. Она не опустилась ниже. Ниже стоит рыба, которая не относится к верхней на 4 секундах. Вообще не так. Боже, это такой, как и последний. Но спортсмен, который готовился к старту, он знает, что есть пассивная рыба внизу и есть активная рыба на 4 секундах. И скорее всего, у него будет приманка для пассивной рыбы. Но надо быть дебилом, чтобы в первом туре ловить ту рыбу на дне. В любом случае, ребята, вы должны нарабатывать все свои приманки сами. Верить в приманку в свою это очень круто. Не важно, кто на что ловит. Если вы ловили там 25 штук и вдруг видите, что ваша приманка перестала работать и там соседняя круче ловит, но постарайтесь на это не обратить внимание. Ваша вера сильнее, потому что вы знаете, что делать с этой приманкой сами. Это очень важная история. Если вы ломанетесь повторять за соперником на то, что ловит он, скорее всего у вас вряд ли будет такая же точно резина. Она не будет такой же новой, например, если это какой-то там траут зон в новом цвете и вы еще не знаете, какая башка у него стоит и не сможете. На резине очень сложно прочитать у соперника горизонт ловли, потому что вы не можете рассмотреть вес головки. Это тоже нужно понимать. Если вы наработали на тренировке рыбу, если в туре у вас что-то там поперло, пытайтесь всегда разработать свою систему. Если вы на своей системе, то копируют вас и они тратят время, чтобы думать, что вы там делаете. Всегда разрабатывайте свой личный план и действуйте строго по нему. Даже если есть какие-то отклонения, вам кажется, что он перестал там работать. первые такие на вскидку вопросы Сергей ответил. Скажем ему за это огромное спасибо. Ну и подумаем, что задать ему еще, какие нужны нам с вами подсказки, чтобы грамотно и достойно выступать на турнирах. Готовьтесь, Настя, встретимся в туре. Пока. Пока. Продолжение следует...